Привет, друзья! С вами снова Наталья, Школа графического дизайна и иллюстрации. Мы продолжаем рисовать школьные иконки. Вчерашний урок вы можете посмотреть после. Ссылка в описании. Также в описании ссылки на соцсети школы и подробности о персональном курсе обучения. Персональный курс – это очень эффективный формат. Проходите, знакомьтесь, подписывайтесь, а мы продолжаем рисовать. Сегодня закончим с иконками, завтра нарисуем школьников и учительницу, а еще урок посвятим работе с цветом и композицией. Надеюсь, вам нравится эта задумка. Огромная просьба поддержать ее лайками. А мы начинаем сегодня с вот этих двух предметов. Это карандаш и линейка. Конечно, мы их сначала нарисуем горизонтально расположенными. Возьмем инструмент М, прямоугольник, и нарисуем примерно в размер линейки. Ага, видите, свойства последнего объекта. Можно поменять, чтобы поярче немножко было, можно не менять. Итак, деление – это инструмент отрезок. И мы нарисуем с шифтом некие деления. Обратите внимание, что можно несколько делений сделать побольше, несколько делений меньше. И можно не привязываться, не делать прям 10 делений между большими, потому что это все утрировано, это все очень упрощено. Кстати, ребята, давайте-ка, знаете, что сделаем? Пойдем по литра слои, разблокируем слой. И вот на этом слое выделим объект. Пойдем по литра прозрачность и придадим какую-то прозрачность. Ну, не знаю сколько. Чтобы и видно было, и в то же время, чтобы было бледненько. Ага, снова по литра слои. Обязательно заблокируем. Перескочим на слой второй, где мы все рисуем. И продолжу разговор. Сейчас мы с шифтом и с литом продублируем деление. Это деление сделаем немного меньше. Ну, сколько здесь нужно? Я сейчас пока не привязываюсь к расстоянию между, потому что мы это все сделаем позже. Так, это продублируем. Возьмем вот так с шифтом. И с шифтом и с литом продублируем. Ну, давайте вот сколько раз, сколько получилось. Выделяем вместе деление. Причем, видите, я сейчас захватываю даже линейку, но с шифтом мы исключаем линейку. Только деление. Пойдем по литра выравнивания. И нам нужно выровнять расстояние между объектами. Это вот эта пиктограммка. Оп. Ctrl-G сгруппируем. Дальше пойдем, давайте, свойства. Сделаем скругленные вот эти углы. И, в общем-то, нужно взять вместе и выровнять вот так по центру. Все. С линейкой мы закончили. Можно ее сгруппировать. А можно предварительно для карандаша продублировать шифтом и с литом прямоугольник, чтобы толщина у них была одинаковая. Теперь уже сгруппировать. Ctrl-G. Поворачивать будем немножко позже. Карандаш. Карандаш. Так, вот эти части можно нарисовать линиями. Инструмент. Отрезок. И нарисуем с шифтом от привязки до привязки. Линию. Одну. И с шифтом и с литом ее продублируем, чтобы она шла ровно. У карандашика давайте немного все-таки чуть-чуть сдвинем. У прямоугольника, который обозначает карандаш, с шифтом белая стрелка. С шифтом выделим вот эти только крайние правые углы и скруглим резинку. Ну, насколько это решать вам. Вот эта часть карандаша можно нарисовать инструментом многоугольник. Возьмем многоугольник. Начинаем рисовать и стрелочкой вниз количество вершин должно быть 3. И с шифтом нарисуем ровный треугольник. С шифтом его развернем. Так, ну и поскольку, друзья мои... Так, сейчас мы секундочку. Если хотите, чтобы было ровно карандаш и линейка, тогда нужно вот эту часть сделать меньше, треугольник поставить ровно по линейке. Но я думаю, что мы так не будем совсем с ума сходить. Пусть будут разные по длине. Так, вот пересечение, видите, обозначает зеленой стрелкой. Зеленой линией, вернее. Поставим идеально ровно. Здесь тоже. Так, пересеклось здесь и пересеклось вот так. Давайте еще Ctrl-Y. Ctrl-Y посмотрим в каркасном режиме. Вот не совсем все идеально. Поэтому поставим идеально. И с Alt-ом, чтобы в обе стороны уменьшалось, уменьшим тоже лучше на приближение. Видите, издалека на большом расстоянии. Не забудь Alt. Так, все. В привязку встала. Ага, значит, стоит неровно, поэтому надо просто взять и вот так дотянуть в эту сторону тоже все. Ctrl-Y выходим из этого режима. Вот эту частичку можно взять просто инструмент M. Прямоугольник. Взять треугольник и квадратный, или прямоугольник, как получилось. Инструмент создания фигур. Зажимаем Alt. Видим у курсора минус. И отсекаем вот эту ненужную часть. Здесь стоит ровно. Это не просто линия, как вы понимаете. Это именно часть, которая осталась наложенной на треугольник. Поэтому никуда ничего не смещаем. С цветом работаем позже. Вот эти деления, как вы понимаете, можно просто взять, продублировать, с шифтом развернуть и поставить ровно до привязки. С шифтом и с льтом продублировать и поставить второй элемент. Все, с карандашиком закончено. Очень простой объект. Ну, давайте тогда сделаем сразу тест. Прямоугольник. Инструмент текст щелкаем. Пишем, переключившись предварительно на английский. Можно капс локом. Тест. Видите, последний шрифт, который использован. Так, чтобы сделать ручку, я думаю, что мы, друзья мои, продублируем карандаш с альтом. Немножечко ее уменьшить. Пусть пока она останется горизонтальной. Окошечки. Это прямоугольник. С шифтом нарисуем квадрат. И поставим где-то здесь линия от привязки с шифтом. И вот так группами с шифтом и с альтом продублируем вниз. Можно, кстати говоря, Ctrl-G было предварительно сгруппировать. Слово тест лучше, чтобы расстояние между буквами было немножко больше. Поэтому мы пойдем в меню окно. Текст. Так, сейчас найдем где-то. Вкладка символ. Текст выбран. И расстояние между буквами, то есть трекинг, делаем немножко больше. То есть в целом, чтобы между каждой парой букв было расстояние больше. Ну, тут смотрите, как нужно. Так, отлично. Это можно скрыть. Карандашик, который стал ручкой. Удалим давайте у нее вот эти части. А вот из этой сделаем. Можно вот эту часть тоже удалить. Давайте, чтобы было что-то разное, немножко сдвинем. Сделаем вот эту держалку. Возьмем инструмент Shift-C и вытянем манипуляторы. И теперь нам нужно просто нарисовать линию, которая нам подойдет по рисунку. Размер тоже подбирайте по месту. Не забывайте, что с Shift-ом, если линия вас устраивает, чтобы она не искажалась, а была пропорционально нарисована. И здесь, конечно, лучше сделать именно в привязку. Поэтому возьму инструмент белая стрелка и немножко вот так порисую по месту. красивый силуэт линии. Ну, я думаю, оставим так. Поэтому ручку можно Ctrl-G сгруппировать. Если хотите поворачивать на какой-то определенный градус, то нажимайте Shift. Если произвольно, то произвольно. Я сделаю это произвольно по рисунку. и поставим... Так, давайте, во-первых, нам вот эти части нужно все выровнять по центру. Поставим ручку куда-то сюда по рисунку, как она можно. Даже еще немножко меньше с Shift-ом. И, смотрите, зайдем в группу, никуда ничего не смещая. Можно сделать, что вот эта строчка не дописана с Shift-ом ее уменьшить. То есть, с Shift-ом, чтобы она никуда относительно горизонтали не ушла. Вот в этой части можно строчку так тоже выходим из группы двойным щелчком. Заходим в эту группу. Также инструментом белая стрелка. Так. Спрячем линию, чтобы она не выходила за ручку. Эту оставляем, как есть. И еще такой момент надо, конечно, сделать, чтобы линия вот здесь была прервана. Поэтому инструмент беру плюс. Плюс на клавиатуре. Поставим точку вот здесь и поставим точку вот здесь. Именно нужно на прямоугольнике большом. И поставим точку по центру. Инструментом белая стрелка, выбрав вот эту центральную точку, делом удаляем. Если где-то здесь вылезли хвостики, то их надо просто подправить, как мы сделали только что с черточками. Здесь тоже все идеально. Так, эта часть получилась. Я думаю, что мы потом превратим в кривые слова и придадим цвет, когда уже будем над цветом работать. Рюкзачок сделать на самом деле очень просто. Возьмем прямоугольник, Ctrl-C, Ctrl-Shift-V, это мы кармашки с Alt-ом увеличим и немножко сделаем поменьше. Можно на самом деле конечно даже карманы сделать не цельными, а по отдельности. Давайте так и сделаем. Выбираем только вот этот угол, его скругляем максимально. Давайте сразу шовчик на кармане заготовим шифтом вот здесь. Сразу сгруппируем Ctrl-G. Правая клавиша мыши трансформировать, зеркальное отражение, по вертикали копировать, и введем с шифтом, чтобы шло ровно до привязки вот сюда. Инструмент прямоугольник либо клавиша M от центра с Alt-ом нарисуем вот этот накладной карман. По высоте растянем, но я думаю, что нужно привязаться либо к верхнему части кармана, либо к шовчику, то есть, чтобы вот эта линия была где-то не произвольна, а была закономерна. Выделим с шифтом нижней точки и вот так скруглим. Либо максимально, но максимально, наверное, слишком. Вот так. Выбираем карман Ctrl-C, Ctrl-Shift-V и вот так уменьшим и выбрав вот эти точки с шифтом нижние максимально скруглим. Это клапан у кармана. По аналогии, да можно даже вот этот взять прямоугольник, с шифтом и с альтом его продублировать до привязки, с альтом растянуть до размера рюкзачка растянуть и с шифтом скруглить. Так, дальше снова инструмент M от центра с альтом рисуем вот эти части, которые закрывают рюкзачок. Давайте-ка на приближение с шифтом и с альтом немножко сделаем меньше, чтобы такой же по размеру клапан мог у нас быть и на кармане тоже. Но я думаю, что предварительно мы немножко все-таки его скруглим. С шифтом и с альтом ведем вниз и ставим вот сюда по центру. Ручку сделать несложно. Возьмем даже давайте вот этот выделенный объект, ведем его с шифтом и с альтом. С альтом увеличиваем в стороны и вот так с шифтом верхнюю часть тоже мы с вами скруглим. Ручку либо оставить вот такого размера можно, либо можно дать ей толщину немножко больше. Но опять же смотрите, если мы говорим о каком-то стилевом единстве, то вот если мы сделаем в два раза толще какой-то элемент, значит где-то его стоит повторить. Вот к этим стилеобразующим элементам мы вернемся позже, когда будем через урок, через рисование персонажей послезавтра. говорить о вот этом единстве стиля, единстве цвете и о композиции. Поэтому я давайте, ребят, пока не буду сейчас увлекаться заливками, оставлю как есть. В общем-то мы его нарисовали, единственное, если вам хочется конечно скруглить, то нужно скруглить и инструментом формы срезать вот эти части. Я думаю, с этим вы уже справитесь, что я урок не буду затягивать. Книги. А кстати, вот мы для книг 6 пунктов можем использовать вот эти 6 пунктов для обозначения обложки. Поэтому едем книгам. Инструмент прямоугольник. Вот как раз 6 пунктов есть. Шифтом выберем вот эти точки. Чтобы нарисовать книжный блок, Ctrl-C скопирую книжку. Ctrl-Shift-V вставлю на это же самое место, но сейчас для наглядности нам нужно толщину сделать как есть, цвет сделать другой. И нам нужно вот эту часть уменьшить до размера необходимого. Теперь выбираем обложку книги. Инструмент перо плюс плюс на клавиатуре. Ставим точку в любой части вот этого отрезка. И инструментом белая стрелка удаляем точку. И удаляется от предыдущей до последующей точки. Конечно, сейчас нам удобнее Ctrl-Shift-V правая квадратная скобка вытянуть обложку на передний план. И инструментом отрезок можно прям вот так от центра нарисовать. Но по размеру она должна быть 3 пункта. Вот эту разделительную линию. И давайте тоже инструментом пипетка отсюда возьмем свойства. То есть сейчас мы можем это не просто линия вот здесь и мы можем этот объект дать ему какой-то цвет. Ну и по аналогии друзья мои Shift-Om и с Alt-Om дублирую вниз с небольшим расстоянием. Мы растянем вот этот книжный блок который нижний. Пока оставлю здесь расстояние расскажу немножко позже как мы с этим справимся. Продублируем с Alt-Om деление причем сделаем деление одно вот здесь по центру а второе деление вот здесь по центру и видите умные направляющие тоже нам что-то тут подсказывают. Пока не пойму что. Потому что расстояние вроде бы неровное. Возьмем три этих разделяющих линии и сделаем расстояние между ними. Ага лучше еще Ctrl-G еще сгруппировать вот так чтобы все стало ровненько идеально. Так с книжками разобрались. Закладка мы конечно же не будем рисовать заново продублируем вот отсюда. Зачем нам делать лишнюю работу с альтом не забудьте чтобы продублировалось чтобы здесь она не исчезла. Так на передний план по цвету не знаю такая пусть будет пока что Ctrl-Y здесь нужно сделать обязательно в привязку и с Shift-ом если хотите сохранить пропорции уменьшить закладочку ну и подвигать где она дальше ближе Ctrl-Y выходим из режима давайте ребят яблочко сделаем тоже не симметричным как на эскезе и отработаем инструмент перо буква P ставим точку зажата левая клавиша мыши вытягиваем манипуляторы но зажимаем Alt чтобы манипулятор сломался здесь можно тоже поставить манипулятор провести здесь вытягиваем манипуляторы с Alt ломаем здесь можно тоже протянуть и сюда ведем и вот так вот его сейчас конечно нужно корректировать потому что у меня все это далеко от идеала поэтому перетаскиваем манипулятор инструмент белая стрелка напомню то есть количество точек на самом деле можно вообще двумя было вот этими обойтись но раз уж есть но больше четырех явно не нужно и рисуем яблоко всегда мы конечно к этому можем вернуться я пока что вот сейчас как есть оставлю и потом самостоятельно это где-то доработаю палочка инструмент дуга можно нарисовать шифтом и развернуть и поставить по месту если вам не хочет составлять ее именно дугой вот такой то можно инструментом белая стрелка ее дорисовать сделать произвольно привязки хорошо работают поэтому тут стык в стык встала линия очень тоже здорово ctrl- минус отдаляем яблоко конечно большевата поэтому я шифтом его вот так вот уменьшу потом повторюсь будем все это смотреть компоновать относительно друг друга размеры как-то прикидывать но друзья мои остался колокольчик мы конечно его нарисуем ровно возьмем инструмент прямоугольник с альтом нарисуем второй прямоугольник от центра и обязательно нужно выровнять его по низу здесь вот ровно идеально поставим ну примерно вот такую конструкцию даже я думаю с альтом немножко больше нижний прямоугольник у этого шифтом скруглим максимальные уголочки так давайте-ка все-таки чуть-чуть поменьше и еще плюсом пониже вот вот такую заготовку сделали обязательно чтобы она была строго ровно по центру и еще у нижнего прямоугольника мы с вами шифтом вот эти вот точки скруглим возьмем вместе инструмент создания фигур и вот так проведем объединим все вместе и шифтом возьмем вот эти точки и скруглим вот получился наш колокольчик если хочется вам еще здесь в уголочках тоже скруглить в нижних то мы конечно же возьмем обязательно вместе чтобы они одинаково сокращались и вот так немножко скруглим вот несложно получился у нас такой объект ручка это прямоугольник давайте его где-то вот чтобы он не привязывался к другим объектам немножко его сюда перетяну привязка вот именно надо колокольчику привязаться с альтом можно сюда вот так с заходом сделать вытянем ручку верхней части у нее скруглим что-то такое ощущение что не ровно стоит поэтому проверяйте если что-то где-то вам кажется не точно стоит то естественно нужно проверять кажется здесь вот можно друзья мои какие-то разделительные линии сделать просто декоративные шифтом обязательно рисуем чтобы все это было ровно дальше инструмент эллипс буква ну какой-то произвольный эллипс это будет колокольчик можно даже кстати это быть наверное круг так давайте возьмем какой-то цвет нейтральный чтобы разобраться с порядком и нам нужно что нам нужно с шифтом колокольчики линии вытянуть на передний план ctrl shift правая квадратная скобка бантик нарисуем через трапеции инструмент прямоугольник по размеру ну примерно какой мы сейчас широкую часть делаем ну можно в общем-то и узкую ctrl k шаг ну буквально давайте два пункта пока поставим вот эти части вниз а давайте вот эти части вверх сделаем обязательно эти точки могут быть скругленные я бы даже пожалуй еще сократила инструмент от центра с альтом прямоугольник чуть-чуть больше ручки по цвету пусть тоже они будут такого же цвета вот эту часть расширяем и скругляем углы бантик если такой кажется маленький то конечно же его можно с альтом увеличить но все-таки видимо еще по шагу сделать меньше также можно конечно провести линии какие-то декоративные я тут не ловлю углы на глаз делаю шифтом группируем часть бантика правая клавиша трансформировать зеркальное отражение по вертикали копировать нанесем шифтом можно до привязки к ручке поставить так обязательно шифтом чтобы она была ровна ну и можно заодно проверить что это все по центру и вот эту часть на передний план вытягиваем друзья мои на этом отрисовка иконок закончена завтра мы займемся нашими главными самыми интересными героями поэтому самое время поставить лайк не забудьте про соцсети школы про персональный курс обучения конечно же подписывайтесь на канал и мне очень интересна обратная связь как я объясняю может быть что-то более подробно нужно пишите пожалуйста об этом под видео спасибо за внимание увидимся завтра с вами была Наталья школа графического дизайна и иллюстрации всем пока пока